Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе курорте Анапы. У нас жара, сегодня у нас такая большая компания пойдет в гости к Марии в гостевой дом Эдирос покушать и рассказать вам об их столовой. Находимся мы в самом центре курортной Анапы или старинной Анапы, пересечении улицы Крепостной и улицы Ленина. То есть совсем рядышком с этим местом вы можете прийти поесть, потом пойти из Квергудовича посидеть, отдохнуть. Вообще гостевой дом Эдирос у нас есть на обзоре, смотрите, очень хорошее место, здесь одинаковое расстояние и до песчаного пляжа и до каменного, кто что любит. Ну что вы друзья, готовы пойти покушать? Ну пойдемте. Вот так вот выглядит гостевой дом, у них интересная там зеленая территория, Крепостная, улица 75. Режим работы летом с 8.30 до 4 часов дня. И давайте заходим дорогие друзья, посмотрим что тут есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже как-то раз бывали, показывали столовую, кушали. Ну рассказывайте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, меня зовут Мария. В этом году мы решили сами заняться столовой, мы кормим своих гостей. И также люди с улицы приходят, также могут нас покушать. Самое главное, что у нас все вкусно и по-домашнему. Не Валенду, а в этом году сами занимайтесь, с вами будете готовить. Сам. Отлично. Это вот такое более-менее актуальное меню, да, по ценам можно поглядеть? Да, это вот меню на сегодня у нас. У нас сегодня на первый борщ, грибной, салаты морковные нежные, гарниры и вот мясное блюдо. Посмотрим, как выглядит. Это у нас мясо по-французски. Мясо по-французски, отбивная куриная, под цирной корочкой, бедро куриное, котлета мясная, картошечка варена с грибами и барабулька, наша местная рыбка. Султанка раньше называлась, потому что раньше могли себе позволить только султаны в свое время. Слушай, а где покупаете рыбку? Рыбу я беру на центральном рынке утром. Едем, покупаем, все свежее, тут же готовим. То есть сама закупку делаешь? Конечно, обязательно. Салатики у нас сегодня морковный салат и салат нежный. Он с ветчиной идет, с сыром и с яйцом и огурец свежий. И каркаде? Это компот у нас из вишни. Также гарнир у нас, пюре, гречка, рис. Тоже все кубанское продукты? Все местное, да, обязательно. Готовим либо барабуль, либо горбушу, стараемся пеленгас жарили. Также вот мы хотим по четвергам делать какие-то рыбные дни, готовить на заказ там какие-нибудь мизи маленькая, чтобы люди приезжали и пробовали именно нашу местную кухню. Отлично. Давайте будем что-нибудь пробовать. Ты готова? Да, давайте, что будете кушать? Ты говоришь, у ТРС есть? Есть. Не пахнет, ребята, это грибной сок. Сливочный. Картошка, грибы. Курочка. Так, у Ярика борщик. Осколочка, сметанка, зелень. Друзья, давайте продегустируем. Борщик и зелень я очень обожаю. Приятного аппетита. Спасибо. А кто готовил? Это готовил у меня повар. Настя, зовут? Настя, молодец. Очень вкусно. Ароматно самое главное. Почему стесняется зелень добавлять во многих столовых? Прямо сверху, как нам сейчас посыпали. Это мой большой вопрос, потому что он такой аромат, совершенно меняет вкусовые характеристики блюда и становится прям очень вкусным. Давайте попробуем этот компотик, сразу попробуем. Так, ребят, морковный салат есть? Есть свечиной? Какой будешь? Свечиной. Все свечиной будут? Нет, я буду морковку. Ярик? Я свечиной, конечно. Как тебе борщ? Очень вкусно, как домашний. Родственники. Мой родственнику повара Ярослава точно спасибо большое, если что он не женат, готов быть родственником, борщ уже понравился. Это у тебя, он вот уже накинулся, съедает весь этот рис. Как тебе на вкус? Рис, который вкусно. Ну, про рис уже можно не спрашивать, я любую видеть рис. Ну, на самом деле. А то, что на данный момент приготовлено, очень вкусно. Подожди, ты котлету покажи нам, ты хоть отрежь, откуси. Пробуем. На самом деле, котлета очень вкусная, я не отталкиваю. А бывает, что котлета не отвамывается? Да, правда. Хочется добавить, вот смотрите, до последней капли. Борщ действительно шел, прям очень-очень вкусно. О, Ярослава подлетела эта пирожечка с мясом по-французски, свинина, правильно я сказал? Правильно. Так, друзья, попробуем салатик, яичко, огурчик, ветчина. Сорок сверху чуть-чуть. Он действительно нежный такой, пушистый салатик. Как тебе салатик такой? Салатик? Да. Слушай, ну, чувствуется, что все продукты свежие, прям, ну, не очень-то нравится. Ахтур, ты меня удивляешь, все? Ребят, мы сейчас второе не трогали, Ахтур говорит, я куш не хочу. Ну, да, ну, во-первых, здорово, очень вкусно, спасибо. Что я могу сказать, ребята? Надо просто, будьте волны, надо пройти покушать и сами все поймете. Друзья, пробеждая потихонечку салатик, доедая пирожечку, я могу вам сказать, что очень вкусно. А второе, показательно, тут на моем заднем фоне, ребеночек кушает ту же самую пирожку с того самого котла. Причем это ее ребеночек, да? Да, средний. То есть, они питаются сами здесь, на этой же кухне, и это довольно-таки показательно для столовой. Спасибо тебе, Абдун. На самом деле, было очень вкусно. Всего доброго. Спасибо, Римаша. Удачи вам. Все домашнее, все вкусно. Спасибо. Все очень понравилось, все блюда, все очень вкусные, свежие продукты. Такое ощущение, как будто не в столовой побывал, а в гостях, в домашних домах. В общем, самое главное, что ребята довольны. Я уже здесь бывал, мне понравилось, и поэтому как бы без стыда можно прийти и второй раз показывать эти заведения, потому что о них очень хорошие отзывы, в том числе и вы оставляете. В дальнейшем они думают о том, чтобы здесь поставить на улице во своем дворе еще дополнительные столики для тех, кто будет приходить в столовую кушать, а также те, кто отдыхают, у них есть возможность кушать на территории отеля. Так что, друзья, если вы были в гостях, отдыхали, кушали здесь, просто приходили с того, обязательно напишите свой отзыв. Будем вам очень-очень благодарны. Потому что самое важное, что те, кто к нам приедут, кушали в хороших и добрых таких местах, где все по-домашнему и все для людей. Маша, тебе тоже большое спасибо от нас, от души. Благодарим. Спасибо большое. Спасибо.